МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. И мкнение до конструктивного диалога. В неделю у Гомеля демонстранты, которые выказывают супротлеглые меркования, и шли в одной колонне и делились думками. Дыхать легче. В ТУП-больнице капитально ремонтуют лечебный корпус. Небачная погроза. Выкористание попела у якости дообрения может быть небезпечным. А сейчас в этом и иншем больше подробно. На митинги и употребление своих политических поглядов протягивают выходят люди. Как с государственными флагами, так и с бело-червоно-белыми. При этом в некоторых городах разговор сейчас идет об своесобливом феномене. У дельники мирных акций, протестов и митингов в поддержку девочей улады стояли побач. Люди, которые мать супротлегла меркование, шли колонной один за одним и навыд обмерковывали политичное питание. Открыто и выказываючи свое особистое бачение. У первоважной большинстве выпадков конструктивно, мирно. Хоть и не без эмоций. Про то, и как это было у Гомеля, репортаж нашего корреспондента Александра Гамоли. 13 годин дня, когда костел на роджении Божьей Мати был призначен в сбор усих, кто выказывает незгоду. Алиты, кто за захование краины, пришли ранее и опередили оппонентов. Руки прочь от Белоруссии! Колонны людей с червоно-зелеными стягами и бело-червоно-белой символикой выстрелились по обо дву боки в улице Советской. Такого еще не было. Обо дву лагерей объедналися в одну и пляцовку, а лишь выказывают разные думки. Мы хотим жить в стране, где люди могут высказывать честно свое мнение. Вы к нам приехали в гости? Нет, мы вот живем тут. Вы сейчас вот так, за кого? Вообще я вот это сейчас поддерживаю. Хотя я сголосовала не за Лукашенко. Но вот эти протестные акции белокрасно-белых в душе даже не приемлюсь. Это ведет к краху. Что это за молодежь? Я знаю, в 94-й год, как мы все хлеб этот покупали, ходили по талонам. А эти, которые поподрастали, и матери с отцами принесут кусок хлеба, бегали по дворам. А сейчас они пошли в Литву, в Латвию и везде. И оттуда выкомандуют, как нам жить. За мир, за Беларусь, живи, батька. У таким тесным суседствия протестующая и митингующая находиться долго не смогли. И черода людей покрочила по тротуары. Нету слов, слезы на глаза и все от этого беспредела, что творят это вообще. За Беларусь! За Беларусь! А ты, кто за президента, не отставали. Раз пора за бодвухбаков кучали лозунги «За Беларусь». Невеликий припынок, каля магазина универмаха Гомель и ушлях до площади поустанья, коб вернуться назад. Почалось ахаджение по крузе. За батьку! За батьку! За батьку! Мы один народ! Мы один народ! Требуем разойтись. Повторяю. Уважаемые граждане, своими действиями и нарушающие действия законной республики Беларусь. Отбагатьте меркование у сирот людей и у СМИ, у некоторых голова кругом. Відово, что есть и ты, кто уже не знарок облитый о прозвищ одного из экс-кандидатов президента Беларуси с замежной политичной фигурой. Простой вопрос. Тут митинг за президента и митинг оппозиции, людей, которые по сердцу выходят. Вы за кого вообще? Что вы думаете по этому поводу? Ну, я вам скажу проще. Если госдолг растет из года в год, сами видите, куда движется экономика. Какие комментарии? Вы бы, вот где были в этот момент? Вы определились? В плане? Ну, вот политически вы определились? Ну, вы ж видите, куда все идет. Нет, я-то вижу, а вы? Аналогично. А за кого? В плане, по сути, за перемены, в любом смысле, чтобы экономика двигалась. Бояться нам надо только раскола. А выступления людей бояться не нужно, потому что это наши граждане, часть общества, и они имеют право быть услышанными. Но услышанными надо быть, я еще раз говорю, в рамках законодательства, а не бессанкционированно, стихийно все это проводить. Я уверен, что руководство нашей страны увидело настроение людей, оно примет меры для того, чтобы эти настроения и те предложения, которые люди представят, чтобы они их удовлетворили. В той или иной степени, в зависимости от того, как это будет нужно стране или нет. Только вместе, ни в коем разе не разделяться, иначе не будет у нас страны. Представники обо двух лагерах постояли на преступках универмага Гомель каля 20-ти хвилин. Не молчали, заводили дискуссии и знову дорогу. На этот раз до площади Ленина. По шляху до мирных демонстрантов долучился шмат людей. На разных интернет-ресурсах потом писали о провокациях пенсионеров, однако сами протестующие не супросьболи повесить ярлыки. Эта женщина шла особняком у колонии людей с червона-белочервоной символикой, и каля стала давать интервью, за ее спиной на вочах змянилися фарбы на толпу. Почему вы здесь, сейчас? Я вижу и знаю, сколько сделал наш действующий президент Лукашенко для своей страны. За 26 лет построено много стадионов, много школ, много больниц. Медицина стала передовой. Я работаю в школе. Мы с учителями, практически все учителя, может за исключением нескольких процентов, за своего президента, за действующего президента. Мне очень неприятно, что многие деятели культуры, допустим, актеры Купаловского театра, вышли против, забастовали. Я сказала бы так, идите прочь, на ваше место придут молодые, новые студенты, талантливые, они будут играть в новом, красивом здании Купаловского театра, на белорусском языке. Им никто никогда не мешал, а Купаловцы пускай уходят, если они не согласны с чем-то. Тех, кто за и супер, разъяснились по разных пляцовках областного центра. Одни разместились на приступках Гомельского областного драматичного театра, іншие вышли до братской могилы советских войн для монумента «Вечный огонь». Александр Гамоля, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». Революционный сценарий может просто обнулить экономичные и социальные досягнения Беларуси за 400 годов. Это меркование директора Института Европы Российской Академии Навук Алексея Грамыки. До речи, он – унук нашего легендарного земляка, ведомого советского дипломата Андрея Грамыки, якому належит фраза «Лепше 10 годов перомов, чем один день войны». Мы пропонуем вашей увазе фрагмент интервью, полную версию, якого глядите на «Беларусь 4» одразу после выпуска новин. Если кто-то хочет сделать жизнь свою, своих близких и страны в целом лучше, то самое неуместное и опасное, что можно делать в этой ситуации – это спешить, это использовать категорию революции или революционных изменений. Но мне кажется, что в истории не было ни одного примера, когда революция, а тем более, если это не революция, например, госпереворот или захват власти, практически нет примеров, чтобы эти изменения приводили к улучшению жизни людей. Всегда можно кормиться или лелеять надежду на то, что вначале станет хуже, а потом лучше, но все-таки, когда люди стараются изменить свою страну к лучшему, они должны руководствоваться не какими-то фантазиями или иллюзиями или надеждами, которые отложены на 10, 20, 30 лет вперед. Если ты хочешь сделать жизнь своей страны лучше, ты должен сделать так, чтобы и ты сам, твои дети уже жили лучше. А все другое, мне кажется, это из области непонимания, как действуют политические процессы, по каким правилам работают социально-экономические модели общества. Протягиваем выпуск. Комфортная палата максимум на 3 человеки, кропки подачи кислорода, новые медобстолевания. У пульмонологичных отделениях туберкулезной клиничной больницы завершается реконструкция и капромонт уже селета и медикам и пациентам во всех сенсах дыхать станет легче. В осень лечить же хоро региона будет в новых умовах. Марина Джалая с подробностями. У Ганны Костюченко в прационной книжце усяго один запис и сделан ей 35 лет тому. Миновата столько женщины отдала работе медсестрой в туб больнице. Кажет, что теперь для працы новый импульс. После ремонта в пульмонологичном отделении стало светло, комфортно, зручно. Особливый гонор – кислородные кропки. Заразьяны будут побольше с ложком кожного пациента. А так само в приемном отделении и процедурных кабинетах. Это очень важно, удобно. Вот видите, это консоль. Здесь кислородные точки подсоединяются. Здесь баночки кислородные ставятся. Все. Пациент. Не нужно ни подсоединять, ни на полу. Все удобно. Вот все сделано. Здесь выключатели. Вот включили. Пожалуйста, свет горит, право над пациентом. Это очень удобно. А раньше их было мало? Да, были подводки и мы подсоединяли совсем по-другому и кислородные банки Боброва стояли просто на полу. Здесь все будет как положено. Усягут в больнице три пульмонологичные отделения. С момента их открытия тут не было капитального ремонта. Только по необходимости косметичный. На серьезную реконструкцию отделения закрыли в 2013-м. За недохуб у Сродков в 2017-м ремонт пришлось прекратить. Пауза тягнулась от 3 года. И в этом году благодаря выделенному облаконкам финансованию работы обновились и все это завершится. Пульмонология различная на 130 пациентов. Для них закупили новое эндоскопичное обсталевание, сделали больше сучастным проведением рентгенологичных обследований, обновили кабинет спелеотерапии. Это здание пульмонологических отделений. Наших три пульмонологических отделений будут располагаться в этом здании на 130 коек. Пульмонологические отделения на трех этажах они расположены. Кроме этого приемное отделение вот оно здесь расположено, диспансерное отделение, где будет прием вести два врача-пульмонолога, кабинет компьютерной томографии, пульмоскан, рентгеновский кабинет, эндоскопическое отделение и ингаляторий для пациентов пульмонологического профиля. Кроме этого будет кабинет с пелиотерапией, где пациенты с бронхиальной астмой и другими заболеваниями пульмонологического профиля могут получить процедуры. Уже в осень тут будут лечить пациентов, яких пакуль приходится размещать у инших корпусах туббольницы. Конечно, мест не хватало. То есть на сегодняшний день просто пациенты размещены в другом корпусе. Естественно, условия их пребывания не настолько хороши, как здесь. Здесь палаты достаточно комфортные, маломестные. Это одна-двух-трехместные палаты с хорошими условиями пребывания, современным ремонтом, современными условиями пребывания на сегодняшний день. Поэтому, конечно, для пациентов там будут созданы все необходимые условия. Будовля, которая ведется побольше с пульмонологичным корпусом – кислородная станция. У нее будут находиться две пятитонные юмистости, а так само резервовые баллоны с кислородом. Зарабить все это примусила ситуация с распоусюдживанием коронавирусной инфекции. Пришлось изменить першопочатковый проект и закласти будовництво станции у кошторисную документацию. Запуск запланованы на ближайшие месяцы. Марина Джалая, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Шмат хтос же хоров в области уживая забрудженные продукты харчевания, навык не сдагадывающиеся об этом. Во усилекем выпадку так можно мерковать по выниках доследований, которые проводят супрацовники Института радио-биологии Национальной академии наук Беларуси. За пошними дадинами ознайомились наши корреспонденты. Размова идти об выкористании насельництвом на присядебных участках попелу у якости корыстного удобрения. Правда, корысть часто з'является достатково умовной. У свой час науковцы провели анализы попелу с приватных подворков, а так само ведомственных котельнях. Зробленный вывод, до его выкористания при выросшивании городненных культур необходимо относиться вельми осторожно и обовязково проверять попел у специальных лабораториях на наявность цезия и стронция. А 10 тысяч бекерелей у нас в золе может быть. Поэтому, если мы вносим ее в почву, мы автоматически повышаем уровень радиоактивности почвы на приусадебных участках. И это не очень хорошо. Лучше все эти зольные отходы, которые мы отопили помещение, и не вносить в почву. Разом с тем, первоважная большая сдачников и уладальников присядебных участков – перокананы. Выкористание попелу – добрая махчимость повысить урожайность. А тому активно спаливают здравлянные отходы. Что с гэтага отрымливается, разумеют, далека не усе. Разом с тем, выники навыковых доследований упероканавча свечать. У несеннем попелу на ватчистую землю можно зарабить радиоактивно забрудженной. При спальване сухих сосновых дров концентрация радионуклидов у попелу может повышаться у 250 разов – до розовых до 200. Причым, тычыцца гэта не только забрудженных территорий. Для реальной оценки ситуации у Институте радиообиологии распрацавали программный додаток, який дозволяя вызначить, как изменяется шильность забрудживания гэба радионуклидами при выкрыстании попелу. Территория по плотности загрязнения с тронцием меньше, чем 0,15 км2 считается не пострадавшей овчарнобильской катастрофой. То при применении за 30 лет применения золы полкилограмма на метр квадратный на своем участке, плотность загрязнения сейчас этого участка по Стронцию будет около 0,3 км2. Это значит, что уже данная территория относится к пострадавшей от Чернобыльской катастрофы. По этой причине, до речи, до стверджения унакшталт, моя продукция чистая, бо вырешена на уластном подворку, необходимо относиться с певной долей осторожности. При этом беспечная доздоровья и новокольнага остородзе биопрепараты и органичные удобрения, якими можно заменить попел, массового распаусюджывания, пока не отримали. У лепшим выпадку их выкаристовують у комплексе. Разом с тем, с усим от попелу можно не отмавляться. Его можно уносить под древи, которые имеют глубокие корни, а тому радиоцинные компоненты у них не трапят. Отмавный вплив в таком случае будет минимальным. Можно использовать под деревья, пожалуйста, либо под цветы, то есть то, что мы не употребляем в пищу, цветочная продукция, зато она обогатит элементами питания, будет ярче цветение, более пышное цветение, либо деревья, которые корни глубоко проникнуты вниз, и поступление радиоактивных веществ в плодовую продукцию незначительное. Олег Сенсюров, Миколай Скинсиян, Игорь Марышенко, телерадиоакомпания «Гомель». 25-го жнюня отбудется электронный кермарш вакансии с уделом гомельских предприемств. Одинная информационная плясовка «Ивэканси.Бай» пропонует свободное рабочее место на гомельском химичном заводе, гарэлектротранспорте, заводе «Литтяй Нармалево», а так само в инших организациях. Суискальники смогутся тримать всю необходимую информацию об умовах працы и навод передать резюме у специальном чате. Принять удел у кермарши можно с 10 до 12 годин. Увага, дети! На переддне нового научального года держаутоинспекция проводит профилактичную работу, как попередить ДТЗ с уделом неполнолетних. С 25-го жнюня до 5-го вересня супрацовники милиции расскажут с дорослым и детям о правилах дорожного руху. С допомогой научальных мультфильмов, видео, аудио и брошюр да и поделиться корыстными парадами, как по сбегнуть несчастных случаев на дорогах. И напоминают, водителям УГТПР треба обовязково використовывать ближнее светлофар в день и час суток. На территории Гомельской области за пошле 7 месяцев отбилося 24 ДТЗ с уделом неполнолетних. Одно дитя загинуло, 25 отримали травмы. Тепло и дождливо, переважно такое надворье, чекается у Гомельской области на ближайший тиждень. В будни слупок термометра покажет от 20 до 24 градусов. Высокая вероходность дождей и на больниц. Ветер от 5 до 13 метров за секунду. У опошня летняя выходная температура поднимется до 28 градусов, а падки не прогнозуются. Это и другие новинки, информация о проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте. В интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Гомеле на Реческом проспекте произошло смертельное ДТП. 49-летний пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не пропустил его. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия уточняются. ДТП в Светлогорске произошло с участием несовершеннолетнего. 17-летний водитель мопеда «Хорс» на перекрестке улиц 50 лет Октября и Ленина не уступил дорогу автомобилю «Ниссан». Установлено, что 35-летний водитель машины двигался по главной дороге. В результате ДТП с травмами госпитализированы 17-летний водитель и 17-летняя девушка-пассажир мопеда. В Наравлянском районе погибла на пожаре женщина. Очевидцы сообщили, что за жилыми домами горит сухая растительность и есть угроза строения. По прибытии на место спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело пенсионерки в центре очага возгорания. Установлено, что женщина выжигала сухую растительность на своем приусадебном участке и, предположительно, при самостоятельном тушении пожара потеряла сознание. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. Сотрудники следственного комитета проводят разбирательства. В деревне Грабск Жлобинского района горел одноэтажный двухквартирный жилой дом. Огонь уничтожил кровлю и потолки. Повредил имущество. Предположительно, возгорание возникло в результате неосторожного обращения с огнем при курении. Еще один пожар в многоквартирном трехэтажном доме зарегистрирован в Гомеле. ЧП произошло по улице 8-й и Нагородний. Огонь повредил лишь натяжной потолок в прихожей. Его потушили до прибытия спасателей. Рассматривается версия конструктивного недостатка электрооборудования. Прокуратура Светлогорского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей в мошенничестве в особо крупном размере. По материалам дела 51-летняя методист сектора охраны прав детства отдела образования райисполкома в январе 2015 года сделала фиктивную копию решения местной администрации. По этому документу 46-летний мужчина, проживающий с ней, назначен опекуном над двумя несовершеннолетними детьми, которых не было в действительности. После этого женщина предоставила копию решения в центральную бухгалтерию отдела образования для получения пособия на детей. С марта 2015 года по февраль 2020 пара незаконно получила более 29 тысяч белорусских рублей. На суде они признали свою вину. Суд района признал напарников виновными в мошенничестве и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 4 года со штрафом 100 базовых величин. Исковые требования государственного обвинителя о взыскании с обвиняемых ущерба удовлетворены в полном объеме. Приговор суда вступил в законную силу. Сотрудники Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира задержали мужчин, которые незаконно добыли 28 килограмм рыбы. Гомельчанин вместе со знакомым рыбачили на надувной резиновой лодке в Гомеле на озере Плесы. Инспекторы оценили вред окружающей среде в размере в 9 450 белорусских рублей. На месте происшествия работали оперативники. В настоящий момент мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. На старте сезона с наградами мужская команда гонбольного клуба Гомель выиграла бронзу Кубка Беларуси. Финал четырех турнира проходил в Пинске. В полуфинале команда Андрея Мочилова играла с мешков Брест. Удивить действующего чемпиона страны гомельчанам не удалось. Поражение 20-33. Семью заброшенными мячами отметился Сергей Орловский. Он самый результативный в рядах Гомеля. В поединке за бронзу гомельчанам противостоял Могилевский Машеком. После первого тайма команда Андрея Мочилова вела плюс один. Сохранить это преимущество удалось и по итогам второй половины игры. Победа Гомеля с минимальным перевесом 32-31. Лучший игрок турнира в составе гомельской дружины Дмитрий Смоликов. В матче за бронзу на его счету семь результативных бросков. Столько же забросил и Эдуард Ярош. Играть с Машекой в стартовом поединке чемпионата страны. Обладателем Кубка Беларуси стал Мешков Брест. В финале брещане были сильнее столичного СКАМ 26-25. Женская команда гонбольного клуба Гомель в минувший уикенд играла спарринги с Берестием. В обоих поединках победу праздновали подопечные Тома Жачатера. В субботу Гомель победил 36-31. По семь мячей забросили Наталья Якотина и Виктория Дивак. На следующий день хозяйки паркета вновь праздновали Викторию 40-34. У Ирины Мокот и Кристины Охраменко по 9 результативных бросков. В 22-м туре чемпионата Беларуси по футболу Высшей Лиги Мозырская славя сыграла в ничью с Витебском. Матч проходил в Мозыре на стадионе «Юность». Гости открыли счет на 11-й минуте. Сергей Волков переправил ворота неудачно отбитый Михаилом Барановским мяч. Отыгрались мазыряне на 34-й минуте. Владислав Жук отдал пас в свободную зону. Деннис Тетех проявив свои спринтерские качества первым оказался на мяче и сравнял цифры на табло. Больше ни одной из команд отличиться не удалось 1-1. В турнирной таблице славя осталась на 11-м месте. Борисовский Батте воспользовавшись осечкой шахтера в 22-м туре догнал горняков по количеству набранных баллов. Однако по дополнительным показателям борисовчане все равно на втором месте. Гомель обыграл локомотив в городском дерби поединок 15-го тура чемпионата страны в первой лиге проходил на поле железнодорожников. Уже на второй минуте Николай Иванов вывел зелено-белых вперед. Хозяева быстро отыгрались. Олег Ковалев не смог справиться с ударом Дмитрия Свериденко. Этим голевые успехи железнодорожников и ограничились. Далее забивал только Гомель. Руслан Юденков и Артем Баськов еще до перерыва сделали счет 3-1 в пользу гостей. В добавленные к основному времени второго тайма минуты точку поставил Павел Теслюкевич. 4-1 победа Гомеля, который догнал локомотив по набранным очкам и обошел в турнирной таблице. Зелено-белое на четвертом месте. Железнодорожники на строку ниже. Лидер чемпионата Лечицкий спутник в 15-м туре обыграл Ашмяны 1-0. С таким же счетом Светлогорский химик уступил Крумкача. Гомельская мини-футбольная команда ВРЗ провела второй в нынешнее межсезонье спарринг. Вагоностроители команды в первом тайме обменялись взятиями ворот. В составе гомельчан отличился Владислав Селюк у энергетиков Алексей Петров. Победу в ВРЗ на заключительной минуте второго тайма принес удар с 10-метровой отметки, который исполнил Дмитрий Лось. Напомню, что матчи первого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдут 5-го и 6-го сентября. ВРЗ сыграет с новичком элитного дивизиона Лидой. Гомельская БЧ встретится с Гродненским УВД «Динамо». Оставайтесь на Беларусь 4.